Михаил Кириченко поговорил с руководителем строительства эко-дома в Шарджи и узнал, какие помещения уже готовы. На сайте англоязычного издания Railway Technology вышла статья о строительстве Skyway в Объединенных Арабских Эмиратах. Расскажем, на что обратили внимание журналисты. Драматурги из Белоруссии и Германии посетили Эко-технопарк, чтобы посмотреть, как будет выглядеть транспорт будущего. Здравствуйте, меня зовут Дарья, и вы смотрите еженедельные новости о проекте Skyway. Михаил Кириченко прилетел в Шарджу и поговорил с руководителем строительства эко-дома Сергеем Зайко. Он рассказал, что уже построено и в чем уникальность этого здания. Сейчас в эко-доме готово одно из помещений. Недавно там прошла первая презентация для иностранной делегации. В остальных помещениях доделывают коммуникации и все, что нужно для жизни в жарком климате. Температурный режим в эко-доме регулирует стены. Они сделаны из дерева и помогают зданию дышать. Кроме этого, на крыше и во дворе высадят растения, чтобы посетители смогли отдохнуть от жаркого рабского климата. В англоязычных изданиях продолжают выходить статьи о Skyway. На этот раз о проекте написало издание Railway Technology, которое специализируется на технологиях в железнодорожной отрасли. Главной темой в статье стало строительство Skyway в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам журналистов, в Шарджи подходит к завершению первый этап строительства инновационного центра Skyway. Там уже прошли первые испытания юникара на отрезке длиной 400 метров. Недалеко от пассажирской трассы началось строительство грузового отрезка. В конце статьи авторы рассказали о проекте Skyway в Дубае. Чтобы быть точными, процитируем их слова. Проект городского транзита предполагает создание надземного рельсового пути протяженностью 15 километров, по которому пассажиры и грузы будут транспортироваться через 21 станцию. Краткий пересказ статьи от Railway Technology читайте на нашем сайте. Экотехнопарк Экотехнопарк посетили представители театра из Белоруссии и Германии. В центре испытаний струнного транспорта они искали вдохновение для будущих постановок. Немецкий режиссер Михель Декар приехал в Минск, чтобы провести мастер-класс для белорусских студентов. Вместе они пытаются понять, как будет выглядеть мир будущего и как в этом будущем изменятся отношения между людьми. Ответы на эти вопросы они искали в Экотехнопарке. Театральные режиссеры выбрали Skyway среди других проектов в Минске, которые развивают технологии будущего. Надеемся, что прогулка по Экотехнопарку помогла их творчеству. Расскажите в комментариях под видео, как технология Skyway вдохновляет вас. Это были главные новости за неделю. Подписывайтесь на YouTube-канал Skyway Capital и включайте уведомления, чтобы первыми узнавать о главных событиях проекта Skyway. До встречи!